Здравствуйте! Это главные новости Ростовской области в студии Ася Скроникова. Смотрите выпуски. 60 тысяч доз для продолжения массовой вакцинации. Итоги заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. Решить проблемы с отоплением поможет федеральная программа «Донские депутаты» об изменениях в ЖКХ. Ледяной шедевр «Новочеркасский пожарный» украшает город с помощью снега и воды. 350 спортсменов из 47 регионов. Ростов принимает чемпионат по греко-римской борьбе. Еще 60 тысяч доз вакцин от коронавируса поступят в Ростовскую область на следующей неделе. На заседании штаба губернатор поручил отработать четкий механизм вакцинации. От записи на портале до проведения процедуры. По оценке специалистов, охват вакцинации должен составить 60% взрослого населения региона. Донской регион уже получил больше 13,5 тысяч доз вакцины. Первую прививку сделали 1753 человека, повторную – 934. Записаться на вакцинацию можно в личном кабинете на портале госуслуг. Однако к нему пока подключены не все медучреждения, сетует глава Минздрава. Да и заявки на вакцину некоторые оформляют формально. Так Каменский район запросил всего лишь 30 доз вакцины, Целинский – 500. Сейчас наступило время не перечисления проблем, а их ликвидации. Мы договаривались, что текущая неделя, наступившая уже завтра, середина недели – это время для того, чтобы проблемные вопросы в полном объеме мы должны снять. Мелочей здесь нет, друзья. Поэтому будьте добры, сейчас встаньте на место жителя Ростовской области, который хотел бы вакцинироваться. И он должен беспрепятственно и быстро эту услугу получить. Губернатор потребовал от Минздрава до конца недели представить подробный алгоритм организации массовой вакцинации и наполнил о личной ответственности глав городов и районов за эту работу. Морозильное оборудование есть сегодня у вас в больнице для проведения вакцинации? Но договор и заказ сделан, пока еще не имеется. Вот я про это и спрашиваю. Когда оно будет? Ну, ожидаем срок поставки в течение двух недель. Да, вот что вы будете делать, когда начнут соседи делать вакцинацию, а Константиновский район в связи с тем, что он не готов, как вы будете поступать? Усилю контроль, уточню поставку, отвечает глава района. Сейчас необходимо максимально быстро находить решение, коллеги. Максимально быстро находить решение. И те объемы, которые мы имеем и будут поступать в ближайшее время, они будут несравнимы с тем, что произойдет через 2-3 недели. Ну, по крайней мере, через месяц. Поэтому у вас сейчас другой задачи нет. Сейчас в регионе организовано 83 прививочных кабинета. Отрабатывается возможность работы мобильных пунктов вакцинации. Мария Индрикова, Юрий Лешко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Переходим к статистике по коронавирусу. 388 заболевших выявлено в Ростовской области. Выздоровело 332 человека, скончалось 27. Более 7800 человек продолжают лечение. Лидеры по региону среди городов Ростов-на-Дону, Таганрог, Батайск. Среди районов Никлиновский, Азовский и Красносулинский. Всего же по России больше 21 тысячи человек заболело. Выздоровело свыше 25 тысяч человек. Скончалось 597. Почти 540 тысяч продолжают лечение. Отсутствие освещения, обустроенного тротуара для перехода и реагентов для безопасной ходьбы и мест для перехватывающей стоянки автомобилей в районе моста на Малиновского. Об этих проблемах ростовчане чаще всего сейчас пишут в социальных сетях, где у моста на Малиновского есть даже своя страница. За ситуацией через соцсети следит новая структура – Центр управления регионом. Мы провели мониторинг на основе платформы обратной связи и в социальных сетях составили список просьб жителей, которые ежедневно ходят по мосту, и отработали его соответствующими органами власти. На сегодняшний день большая часть вопросов уже решена, но работа продолжается в круглосуточном режиме. Центр управления регионом следит за ситуацией в ЖКХ, транспорте, здравоохранении, соцзащите, энергетике и образовании. Житель может оставить сообщение в городском паблике, в социальных сетях, на форуме или на официальных государственных порталах. После сотрудники ЦУРа передают его в соответствующее ведомство, ставят задачу и контролируют ее выполнение. Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в многоквартирных домах необходима федеральная программа. К такому выводу пришли депутаты ЗАГС Собрания по итогам круглого стола. Чем закрытая система отличается от открытой и когда проект будет реализован в нашем следующем материале. К 2022 году Ростовская область, как и другие российские регионы, должна перейти на закрытую систему теплоснабжения в многоквартирных домах. Перспективы перехода сегодня обсудили донские парламентарии. В круглом столе также приняли участие представители МинжКХ, фонда капремонта, научного и бизнес-сообщества, общественники. В открытой системе горячего водоснабжения горячая вода, которая поступает в квартиры, используется не только для отопления, но и для горячего водоснабжения. Проще говоря, вода в батареях и вода в кране – это одна и та же вода с одного источника, со всеми вытекающими отсюда, зачастую неприятными последствиями. Среди них и так называемый перегрев в весенний период, когда на улице уже тепло и люди вынуждены открывать форточки из-за раскаленных батарей. Это и изменение цвета воды во время промывки систем отопления. Закрытая же система теплоснабжения работает автономно и предполагает, что теплоноситель циркулирует по замкнутому кругу, расходуя тепловую энергию только на отопление, а вода для кранов нагревается через теплообменник. Но переход на нее чрезвычайно затратен и экономически сложен. Однако на сегодняшний день большая часть многоквартирных домов, порядка 70%, и это касается не только Ростовской области, но и всей России, подключена именно так, по системе открытого теплоснабжения. Затратно это и по времени, и уложиться в сроки, предписанные законодательством, очень сложно. Участники заседания поддержали предложение архангельских коллег о внесении изменений в федеральный проект о теплоснабжении, а также о разработке федеральной программы для перевода открытых систем горячего водоснабжения на закрытые. 228 объектов по производству мяса индейки и утки введены в эксплуатацию на Дону за полгода. Об этом сообщает портал правительства региона. Напомним, в начале 2020-го группа компании «Домоте» взяла в аренду у Россельхозбанка имущественный комплекс, ранее принадлежавший компании «Евродон». При восстановлении объектов особое внимание было уделено вопросам биологической и санитарной безопасности. Сейчас продолжаются работы по этапному введению производственных мощностей. Итогом полного перезапуска предприятий должно стать создание более трех тысяч рабочих мест. 41 некоммерческая организация из Ростовской области получит президентские гранты на реализацию своих проектов. На всех выделено более 50 миллионов рублей. Традиционно лидером по количеству победителей является Ростов-на-Дону. Поддержку получат 17 проектов из Донской столицы. Также отмечены Азов, Шахты и Таганрог. Наибольший размер гранта более 7 миллионов рублей получит поисковая организация «Мюсфронт». Их проект «Бессрока давности» направлен на противодействие попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны. Организации, не получившие поддержку в рамках первого конкурса 2021 года, смогут подать заявку на второй с 1 февраля по 15 марта 2021 года. Более подробная информация доступна на сайте Фонда президентских грантов. В Новочеркасске появился ледяной бык. Скульптуру создал местный пожарный и установил на входе в свою часть. Символ 2021 года Сергей Шельпов изобразил с помощью снега, воды и красок. Бычок сидит около елки. Она тоже сделана из снега с книжкой в руках. На шее у него висит колокольчик. Это уже не первая скульптура Шельпова. В предыдущие годы пожарный старался украсить вход в свою часть к каждым новогодним праздникам. Чаще всего это сказочные персонажи, герои советских мультфильмов и традиционно животные. Символы наступившего года. Первый год это Олимпиада была. И снега как раз было очень много. Наверное, штук 8 таких вот снеговиков красивых стояло здесь на фасаде. В этот раз снег пошел только 15 января. Несмотря на отпуск, пожарный скульптор приехал в часть и создал первую в этом году скульптуру. Спустя 23 года чемпионат России по греко-римской борьбе вернулся в Донскую столицу. В этом году в Ростов съехали свыше 350 спортсменов из 47 регионов нашей страны. Ростовская область на соревнованиях представляют 25 лучших борцов. А что поделаешь? Правило для всех. Каждый спортсмен и представитель команды допускается до чемпионата только при наличии отрицательного теста на коронавирус. Также обязательные требования для секундантов, судей и зрителей привычной нам всем маски. Конечно, непросто. И в совсем других условиях приходится не просто состязаться, но и жить. Но тем не менее, надо дать должное. В общем-то, все службы здесь сработали, дай бог, чтобы все так и завершило. Все службы сработали очень четко. Я хочу сказать, что это наша работа. И это мы умеем делать достаточно хорошо. Поэтому для нас это было не очень сложно организовать. Но на самом деле для нас это огромное событие. Последний раз сильнейшие борцы страны сражались на национальном чемпионате в Ростове в 98-м году. Тогда очередную победу на Донском ковре одержал легендарный спортсмен, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин. Для него наш город является победным. В этом же зале, на среднем ковре я боролся в пенале, а жил в гостинице Дон, Ростов-Доно, Ростов-Доно, вот здесь, квартал отсюда. Я боролся здесь. Победа. Ну, повезло, да. Присутствие на трибунах легенды мирового спорта не помогло нашему борцу Александру Чехиркину. Ростовчанин в полуфинальной схватке за три секунды до окончания упустил победу. И теперь поборется только за бронзовые медали. Сегодня вечером весовой категории до 77 килограммов. К сожалению, во второй день чемпионата никто из ростовских спортсменов не смог завоевать путевку в финал. Кроме Чехиркина за третье место сегодня в весе до 63 килограммов поборется еще один представитель Доно Артур Сулейманов. Видеоролик Ростовской области в числе победителей международного туристского конкурса «Дива Евразии». До участников были заявлены четыре категории. Видеоролики, анимационные фильмы, короткометражные фильмы, фоторепортажи и слайд-шоу. Работа ростовчан заняла третье место в номинации «Турецкие дестинации». Голосование проходило на страницах конкурса в YouTube и социальных сетях. Напомним, «Дива Евразии» — международный туристический фестиваль «Конкурс видео, фото и анимации», финал которого в 2021 году впервые прошел в онлайн-формате. Участие приняли больше тысячи авторов проектов из 15 стран. Своё мастерство в производстве музыкальных роликов показали и сотрудники Ростовского института Министерства внутренних дел. Клип полковника полиции Александра Попова и старшего лейтенанта Анастасии Наземцевой на авторскую песню «Мы защищаем Родину, Россию» получил гран-при фестиваля. Мы защищаем Родину, Россию, за ней в стране мы до конца. Добавим, Всероссийский фестиваль музыкального творчества МВД России «Щиты Лира» проходит с 2006 года. Ежегодно в программе творчество полицейских во всех возможных жанрах. Фестиваль открыл множество ярких исполнителей и творческих коллективах. Их песни зазвучали на популярных радиостанциях. Номера лучших выступлений вошли во всероссийские и региональные телеэфиры. И в завершении выпуска курс валют. По данным Центрального банка Российской Федерации, курс доллара на сегодня 73,72 рубля, евро 89,21 рубля. На этом пока все. Еще больше новостей в наших социальных сетях и на сайте don24.ru. В студии была Ася Скрыникова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин